доброе утро мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале я только что встала время 9 хотя я планировала встать 8 но к сожалению не получилось а вот этот мальчик вас прям приветствует сделала вот такой вот макияж взяла уже новый блеск от мак где он лежит а вот так как старый от буржуан у меня уже закончился как вы знаете он миллион раз говорил но скажу миллион первый раз то есть я беру например один блеск заканчиваю его напрочь а потом беру следующий я хочу так закончить всю свою косметику которая лежит там потому что это пустая трата денег получается я купила и не пользуюсь поэтому если я буду пользоваться каждый день разными блесками естественно 100 лет я все это не закончу поэтому беру один блеск заканчиваю до конца вот этот мне очень нравится он настолько крутой но покупала я его наверное года три назад на скидках от мак и поэтому я думаю что лучше все это дело закончить пока срок годности не начал поджимать а еще у меня есть очень хорошие успехи и просто в project 20 короче гляньте вот эта палетка я вам миллион раз показывал но уже она заканчивается румяшки уже вот здесь хайлайтер тоже было видно донышко но просто в прошлый раз когда пришла из сель она уронила и мне пришлось переспрессовать пудры последнее время почти не пользуюсь потому что я пью таблетки искусственного витамина а и это очень сильно сушит кожу поэтому необходимости в пудре даже нет я просто использую как зеркало и взяла эту палетку от revolution здесь дофига цветов но все они универсальны в этот оттенок для бровей мне идеально подходит в общем попытаюсь все это дело обязательно закончить посмотрите какой прелесть мне принесла моя подписчица нурай я была просто в восторге в то же время не было реально очень удобно столько всего она принесла вы видели уже в инстаграме прям реально очень неудобно я никогда не видела такой красивый торт это просто шедевр гляньте здесь фрукты сейчас будем снимать для вас мукбанг кстати совсем забыла вам сказать я сняла для вас макияж как я делаю эту красоту правда получилось не вау я сняла на телефон и в историю то есть в истории я все сохраняю в актуальном с недавних времен так что обязательно переходите в инстаграм заходите в актуальной там все моей истории а а а а а а а а а я просто в шоке от этого эксперимента посмотрите твик спит правильно я включаю 무� это реакция а а а Он начинает нервничать, а не понимает, что происходит. Очень странно себя ведет. Наверное, они все-таки, эти котята, что-то говорят, что понимает Твикс на кошачьем. Сегодня мы будем обновлять мой гель-лак, потому что один из ногтей, он сломался. Если честно, я не планировала обновлять. Я хожу с этой вот прелестью уже 20 дней. Планировала еще 20 дней проходить, но, к сожалению, один из ногтей, он сломался. Сейчас вам его, кстати, покажу. Для меня немного удивительно то, что мои маникюрчики люди смотрят. Потому что последнее видео, там, маме я делаю гель-лак. 35 тысяч набрало это видео, где я себе делаю 30 тысяч. Для меня это отличные показатели. Если вам интересно, то каждый раз, когда я буду себе обновлять гель-лак, я вам буду все это дело показывать. А сегодня будет особенный новогодний гель-лак. Не знаю, получится, не получится. У меня куча идей, даже сложных идей, которые, возможно, получатся не настолько хорошо, как я хочу. Но в любом случае попробовать стоит. Что касается сломанного ногтя, выглядит он вот так вот. К сожалению, он сломался. Точнее, здесь появилась трещина. Я просто оторвала. Поэтому нужно будет переделывать. Хотя мне очень нравился этот дизайн. Прям я кайфовала от него. И прям под новый год приходится переделывать. Хорошо, что я делаю сама. В противном случае сейчас салоны все просто забиты битком. И я бы точно туда не попала. Как всегда, организовываем наше рабочее пространство. Освещение я уже притащила. Сейчас будем пилить и снимать старое покрытие. Для первого этапа, для этапа снятия, нам нужна фреза. У меня она такая. Я вам ее миллион раз показывала. Здесь у меня с зеленой насечкой твердосплав. У меня она не керамическая. Мне больше нравится подобное. По идее, вообще я могла бы просто переделать этот и все. Но мне хочется что-то новогоднее намудрить. Надеюсь, что в конце стыдно показывать не будет. Сняла уже покрытие. Вот столько пила. Что касается неравномерного снятия, я всегда снимаю до базы. И, девчонки, я не профи. Хочу отметить этот момент. Просто чисто на любительском уровне показываю вам, что у меня получается. Так, у меня база, праймер и топ. Все это делала от Блюскай. Хотя это очень бюджетная марка. Но меня она полностью устраивает. У меня сколов не бывает. Поэтому использую их. И здесь еще щипчики от Старлекс, Пушер и пилочка. Нанесла толстый слой базы. Но изначально было укрепление. С кутикулой мы еще не разобрались. Это буду делать в последнюю очередь. Сейчас нужно выбрать цвет. Когда пыльные дела уже закончились, я притащила себе чай. И будем пить чай с вот этими вот конфетами, которые мне подарила моя подписчица Инаса. Огромный тебе привет. Посмотрите, что здесь написано. Айка Эмили. Это на день рождения она мне подарила. А вот эта розочка, это вообще шедевр. Так, выбираю из цветов. И, если честно, ничего не могу выбрать. Даже не знаю, какой оттенок будет больше новогодним и праздничным. Мне кажется, к любому оттенку надо будет добавить блестки, чтобы это выглядело как-то по-праздничному. Короче, я выбрала два вот таких вот оттенка. Некоторые мне в комментариях писали, айка, эти гейлаки испортились. Ребят, нет. Они не испортились. Они всегда в таком состоянии. Даже в описании, в инструкции было написано, что это нормально. Просто их нужно перемешать и использовать. Они держатся, все отлично. И еще есть такой изумрудный цвет. Вот над ним я тоже, кстати, думаю. Он просто офигенный. Очень богато, красиво смотрится. Короче, ребята, я тут пытаюсь, пытаюсь. У меня получается какая-то фигня. Гляньте, это типа игрушка елочная. И это типа елка, ветка елки. Мне кажется, как-то не очень смотрится, если честно. Думаю, как это делать теперь убирать. Добавила еще сюда блестки, чтобы типа игрушка, она была блестящей. Мне кажется, получилось еще хуже, чем было изначально. Не знаю, либо настрой у меня сегодня такой, либо мне не нравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, дизайн нормальный или это ужас какой-то. Сегодня 30 декабря, уже завтра Новый год. И вы знаете, я ничего никому не купила. Я решила, что я буду дарить в денежном эквиваленте, потому что магазины закрыты. Единственное, что открыто, это открыто продуктовые магазины, что я могу каждому по шоколадке подарить. Вот, вроде онлайн заказы есть, но то, что хотят мама и бабушка, онлайн заказать невозможно. Нужно пойти проверить и все дела. Посмотрите, кто здесь хулиганит. Вот, поэтому, скорее всего, я подарю просто деньги и бабушке, и маме тоже. Я кайфую от того, как он мило сидит. Посмотрите на его лапки. Посмотрите на его лицо. Да не снимай, не снимай, скажем, не снимай. Использовать мы сегодня будем вот эту тональную основу от NYX. Это новинка, и новинка не только у меня, но и у NYX. Поэтому очень интересно попробовать текстуру, стоит ли покупать или нет еще. Гляньте, сколько у меня здесь сладостей. Это все принесла Нурай. Помните этот букет, который я вам в инстаграме показывала? В общем, берем такой киндер макси. И это, кстати, сухофрукт. Они нереально просто вкусные. Эй, хамячо. Снимала за вас видео. Это хурма Баку. В общем, мама всегда мне говорит, что не снимай видео без косметики. Люди тебе там пишут комментарии насчет кожи. И ты сразу расстраиваешься. У тебя депресняк и все дела. На самом деле, мама права. Но я опять решила показать, так скажем. Часто, когда читаю комментарии, честно, это очень сильно меня задевает. Можно сказать, номер один вот комментарии, которые могут меня обидеть. Это касательно кожи. Это, наверное, сравнимо с тем, что если бы я была бы инвалидом, и у меня не было бы ноги. И мне, например, писали бы в комментариях, безногая, фу, безногая. И это сильно обижает. Но если у тебя есть нога, и ты не чувствуешь комплекса, когда тебе пишут, что ты безногая, тебя это как-то не расстраивает. То же самое с кожей. Когда ты знаешь, что у тебя проблемная кожа, ты вот смотришь на себя и думаешь, фу, когда это уже закончится, когда я уже начну жить нормально, меня, в принципе, не поймут люди, у которых идеальная кожа. Нет проблем в этом плане. Все подумают, вот, придумывает себе проблемы. Дело в том, что состояние моей кожи в последнее время, оно конкретно улучшалось. И я как бы радовалась этому. Прям я порхала, так можно сказать. Но последние два дня проявились вот новые высыпания, немного ухудшилось состояние кожи. Поэтому я конкретно расстроилась. Я знаю, что частенько в комментариях мне пишут, что, Айка, даже если у тебя проблемы, не рассказывай об этом, не порт нам настроение. Но мне кажется, тогда я не буду собой. Очень часто бывают моменты, когда в моей жизни происходят какие-то плохие вещи. Я хочу об этом вам рассказать, снять видео, но потом я думаю, что вот люди начнут писать. Не ной, сколько можно ныть. Мы посмотрели это видео, у нас тоже испортилось настроение. И вот поэтому я вам очень часто не рассказываю про свои проблемы. Чтобы не ухудшить ваше настроение, потому что мои проблемы, наверное, они касаются только меня. И это не стоит транслировать, потому что это портит настроение. Другим людям тоже я этого абсолютно не хочу. Короче, роллы мне пришли. Это мой косяк. Это я когда открывала, нечаянно повредила. А так они просто идеальные. Это, кстати, епоша. Вот гляньте просто, какая красота. Сейчас буду раскладывать и снимать для вас мукпанг. Так, все уже разложила. Я специально не брала Филадельфию, потому что Филадельфия слишком часто повторяется. Такие запеченные. Здесь просто сыр. Я специально заказала эти. Обожаю вот эти роллы, которые только с сыром. И вот, красота. А еще совсем забыла показать вам маникюрчик. Хотя вы видели уже в Инстаграме. Мне изначально он не понравился. Мне показалось, что дизайн получился какая-то ерунда. Но мне, как бы, все написали, что классно. А еще у меня ужасно болит зуб. Я вышла на улицу, потому что он обнаружил, что я как матрешка прям с обеих сторон. Я решила пойти к твоему брату, посидеть немного у него, погрызть семечки. Вот так вот нарядилась. У меня такая юбочка. Блузочка. Сейчас все напишут. Безвкусица! Ну да ладно, главное, что мне нравится. Я, кстати, сегодня твикс-викс мамины сердце. Смотрите, как он хвостик. Как хвостик ходит за мной. Вот куда я иду, туда и он. Обязательно. Без этого никак. Что я вам хотела сказать? Я, короче, решила, что я буду дарить вам парню. Я выбрала часы. Но все всегда мне говорили, что часы это признак расставания. Однажды был даже такой случай. Не знаю, вам интересно или нет, расскажу. В общем, мою подругу всегда уверяли, что часы это к расставанию. Она сказала, что полнейшая ерунда. У нас такие крепкие отношения. Этого просто не может быть. И так получилось, что на день рождения она им подарила часы. И где-то через 20 дней они расстались. После трех лет отношений. Представляете? После этого, если честно, я побаиваюсь часы дарить. Но другой какой-то идеи у меня вообще нет. Я понятия не имею, что можно подарить мужчине. Парфюм, либо часы. Одежда, хрен угадаешь. Вот реально. Я ему покупала, но непонятно, ему вообще подойдет, не подойдет. Вот. И поэтому лучший вариант часы, если мы расстанемся, не дай бог. Так что вы имейте в виду и больше не дарите своим любимым часы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли у вас такое, что вы подарили часы и вы расстались. Как приятно, что этот хвостик ходит за мной. Только не трогай микрофон. Он на весу. А так может делать все, что хочешь. Мой сладкий. Как хорошо иметь котенку. Подождите, я вам сейчас его покажу. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, маленький. Иди сюда, маленький. Всем привет, мои хорошие. Я Твикс. Я сладкий мамино сердце. Я Твикс. Подписывайтесь на Твикс, чтобы у меня было много корма. У меня, короче, ужасный бардак на рабочем столе. Так же, как и в моей жизни. Жду, пока все это скинется. Потому что мама будет снимать видео для Айкука. Поэтому я все скидываю на компьютер. Да-да-да, вы не ослышались. Мама в мое отсутствие будет снимать видео для своего канала. Она умеет устанавливать камеру, устанавливать микрофон и все дела. Потому что на пранке некоторые писали, что а мама же не умеет. А кто вам сказал, что мама не умеет? Мама снимает весь свой материал без меня. Я только монтирую, сверху записываю звук. Все, на этом мои дела закончились. А то, что какое блюдо будет, в какой последовательности, как она поставит камеру, как она возьмет кадр, это все дела мамины. Я в это даже не вмешиваюсь. Так, по-бырому покажу вам, что я беру с собой. Я беру такую сумочку, обязательно зарядку, потому что у меня зарядка уже садится. Дальше беру свой телефончик и беру бляс для губ. После того, как я начала пить ракутан, у меня очень сильно сохнут губы. Не только губы, вообще кожа в целом. И все. Еще я возьму ключи и камеру. И потом загоняю в магаз, закуплю что-то. С пустыми руками же идти в гости как-то неприлично. Вот куда я не иду, он тоже. Мой хвостик. Мой хвостик. Последний кадр в лифте. Скорее всего, там у них я снимать не буду. Особо какого-то праздника нет. Просто у нас был блендер, который сломался. Мой двоюродный брат очень хорошо умеет все эти дела чинить. Он даже учился, по-моему, на Электрика, поэтому я иду это все дело забирать. Наверное, у них особо снимать не буду, да и сидеть тоже. Просто зайду, заберу и выйду. Так что ничего интересненького. Спасибо. Спасибо.